АПЛОДИСМЕНТЫ За которыми можно было следить, находясь, в общем-то, в Москве дома. Ну и вот в продолжение темы коллекции и в продолжение темы Гималайского региона я бы хотел немножко поговорить о тханках в собрании Ивана Павловича Минаева. Ну, вообще, конечно же, я полагаю, нет нужды как-то отдельно останавливаться на личности Ивана Павловича Минаева в этой аудитории. Всем, в общем-то, и так, и кому-то еще даже больше моего известно о нем. Ну, если кратко, да, то это основатели вообще школы отечественной эндологии, учитель Шамбатского, Альденбурга и так далее, и прочее, и прочее. Ну, вот что хотелось бы отметить, что этот год, в общем-то, дважды юбилейный, то есть это 180 лет со дня рождения в октябре будет, а в июне 130 лет со дня его кончины. Ну и вот, я думаю, особенно уместно будет поговорить немножко, еще немножко поговорить о его коллекции. Вообще, да, он больше известен как будолог, но, конечно, очень широк был спектр его интересов, и филологический, и этнографический. Ну, и вот одна из сторон деятельности Ивана Павловича, это вот, собственно, он как собиратель, да, то есть коллекция буддийских рукописей, о которой Татьяна Викторовна писала, и которая стала, в общем-то, основой, да, фонда индийских рукописей в публичной библиотеке. Ну, а другая вот этнографическая часть, она была передана в 1893 году в Кунсткамеру наследниками, уже после смерти Ивана Павловича, и она включает 120 экспонатов, около, даже более 300 предметов, то есть один экспонат, да, несколько предметов в себя включает. Ну, и вот над живописной и графической частью этой коллекции, с благословения, и с помощью Маргариты Федоровны Альбедиль я вот уже какое-то время работаю. Живописная и графическая часть — это отдельная, очень значительная такая часть этого собрания. Это 20 экспонатов, и они включают в себя около 170 предметов, то есть это, ну, как бы, если считать по предметам, это больше половины, в общем-то. Вот, и мне вот за это время работы все более и более уместным видится такой региональный географический подход к этой коллекции, классификации, точнее, экспонатов этой коллекции. Ну, это логично, в общем-то, проистекает и из ее характера, и самого этого собрания, и направленности музея, где она хранится, ну, и видится, надо сказать, он неперспективным и как некая основа для концепции возможной выставки, посвященной вот Ивану Павловичу Минаеву и наследию его. Было бы хорошо, мне кажется, если таковая когда-нибудь смогла бы состояться. Географический охват собрания Ивана Павловича Минаева, он, в общем-то, столь же широк, сколько и маршрута его путешествий, а может даже и более, можно сказать. Ну, и вот, собственно, хотелось бы остановиться на Гималайской части. В Гималаях, в Гималайском регионе он бывал не единожды, как, опять же, уже было сказано, да, он был в разных его местах. Во время первого путешествия, как здесь видно, он посещал и Непал, и Кумаон, Тархан, и Шринагар, а во время третьего он посещал Дарджилинг. И вот из этих мест, собственно, происходит ряд живописных, графических произведений в его коллекции. Ну, одна из них, вот, собственно, свиток на две части разрезанный с изображением событий жизни Будды Шакимуни, он на основании очень подробного такого замечательного анализа был определён Ярославом Владимировичем как неварская вещь. Ну, а также определённо можно сказать, что из Непала происходят вот эти три картины на бумаге делал, я о них говорил и на Зогровских чтениях в 17-м году, и на Рериховских в 18-м. Ну, вот, собственно, на основании, в первую очередь, иконографических схем, ну, и также некоторых других моментов можно, в общем, говорить о том, что это, скорее всего, с большой, ну, с очень большой вероятностью это Непал, ну, и, соответственно, они выполнены не позже 75-го года. Ну, а также вот ещё эта вещь тоже из Гималайского региона, такое довольно крупное тоже изображение в таком немножко, в таком народном стиле выполненное, оно происходит из Кумаона. И, опять же, вот не позднее 1875-го года, когда он там был, явно оно было выполнено. Довольно, кстати, нечасто вот такие вот вещи встречаются. Вот, ну, и, опять же, стоит полагать, из Гималайского региона происходит и вот эта вещь, вот это изображение ступы, тоже довольно крупного формата, это где-то 2,5 на 2,20 метра. Но на деле не столь ярко, это я его немножко вытянул по контрастности, просто чтобы, ну, можно было вот всё тут различить. Ну, вот сегодня я хотел бы остановиться на 8-ми, в скобках, 9-ти иконах Тханка вот из этой самой коллекции. Ну, вот пусть, наверное, первая из них по номеру сейчас побудет на экране. А вообще это да, это вот всё это такие традиционные, в общем-то, буддийские, северо-буддийские изображения на ткани. Некоторые с Ом-Ахум, да, на тыльной стороне, одна даже с мантрами. И все они, в общем-то, представляют образы, характерные именно для иконографической традиции северного буддизма. То есть здесь, в общем-то, сомнений каких-то особых в том, что они относятся к Гималайскому региону, к Тибету, возможно. Ну, об этом, я вам скажу отдельно, в конце. Сомнений, в общем-то, тоже нет никаких. Однако коллекция Минаева, она как-то вот, в общем-то, до настоящего времени не очень подробно была изучена, фрагментарно, в общем-то. И что касается тханок, то тут тоже, вот в самых ранних описях, ну, в частности, в той, которая была составлена при поступлении коллекции в 1893 году, и в 1897 году как бы было просмотрено Евгения Львовна и Петри, перерегистрировано. Они описаны совокупно. То есть, священные изображения на холсте для подвешивания в храмах и у домашнего жертвенника. Это вот, в общем, про все восемь, скобочек, девять единиц хранения. В 1960 году коллекцию регистрировала Верта Яковлевна Волчок. Она описала с формальной стороны очень многие экспонаты. Но вот, что касается тханок, то, опять же, они остались описаны очень общо. Ну, буквально тханка в скобочках Будда или тханка в скобочках Яма. Ну, и далеко не везде и иногда неверно указана иконография. И, в общем-то, цели и задачи моего доклада, они довольно скромные. Мне хотелось бы вот характеризовать, в первую очередь, именно с иконографической стороны эти самые тханки и представить некоторые соображения по поводу места их приобретения. Это, собственно, и стало поводом для того, чтобы выступить с этой темой в этом году. Потому что в одном случае даже, судя по всему, удалось установить буквально даже храм, где в Минавиум были куплены эти самые тханки. Ну, и давайте вот начнем. То есть вот, собственно, пожалуй, лучшей сохранности тханка из всех, хотя тоже с утратами, с некоторыми усыпями красочного слоя, среднего размера. Она содержит... Она, Луберта Яковлевна, обозначена как франкфорск, как Будда. Ну и, в общем, действительно, тут особых-то сомнений в этом нет. Она, как видите, здесь само зеркало, да, мелонг, само изображение, оно окантовано двумя вот этими полосками ткани красного-желтого цвета. Желтый аж блестит причем, то есть вот такой какой-то краситель, уже, видимо, современный. То есть это не шок. Это холст, вот именно, как-то чем-то окрашенный таким глянцевым. Опять же, мы видим Омахум на тыльной стороне, то есть она, получается, освящена. Ну и тот, кто на ней изображен, он, да, несомненно, обладает графическими признаками Будды, то есть он сушнейший, он в монашеской накидке, с телом желтого цвета, он сидит в аджрасане. Одна рука, да, значит, левая рука, правая рука спущена. Судя по всему, все-таки, в гуми спаршу мудри, судя по расположению большого пальца, жести, касания земли. Ну, а левая рука покоится на стопах, и в ней он держит патру, судя по всему, с миробаланом. И вот, собственно, с одной стороны, как бы все понятно, кажется, но вот с другой стороны, возникает вопрос, а что это за Будда? Потому как, ну, с этим самым миробаланом обычно изображается Будда-медицина. Будда-медицина обычно изображается телом синего цвета, но иногда нет, насколько вот я смог понять. Но опять же, я консультировался тоже немножко со старшими коллегами, с буддологами, они говорят все-таки, что один из ключевых иконографических признаков это то, что его рука, она развернута, да, ладонью к нам, и, ну, там опять же, очень часто эта самая веточка миробала находится. А здесь все-таки, при том, что прописано как-то немножко странновато, может быть, как-то даже грубо, ну, вот, можно судить о том, что рука-то все-таки кумис Парша мудрый находится, поэтому вот, наверное, пока можно предположительно определить, что перед нами Будда Шакимуни, в общем-то, периодически такая иконография в его изображениях встречается, хотя тоже часто под вопросом. Другая тханка также имеет изображение Будды, и также, в общем-то, она и записана, Берта Яковлевна, ну, и причем это вот уже явно Будда Шакимуни, но, однако, что касается этой тханки, здесь другие вопросы возникают, то есть, она тоже средних размеров, то есть, мелонг, само зеркало, оно где-то 35 на 20 с небольшим сантиметров, на обороте, вот, как вы видите, там, опять же, Омахум и несколько мантр, то есть, мантра и Будда Шакимуни, и Омпидно, шинаш, ушниш, абималихумхэт, это 10-слоговая царская мантра, которую часто там над дверями можем видеть. Но вот при всем при этом, при том, что и написано очень так хорошо, красиво, почерком, само изображение, само изображение, оно выполнено совершенно иначе. Вот так. Да, то есть, здесь иконография Будда Шакимуни на лотосовом троне, с Чентамани внизу, с этой пламенеющей драгоценностью и с изображением некой молящейся фигуры на лотосе внизу, но это, как вы видите, довольно, я бы даже сказал, на удивление грубая исполненная живость. Причем явно был какой-то в общем-то как минимум нормального качества рисунок изначально, насколько можно судить. А потом на него вот уже кто-то накладывал краски, причем так, что вот видите, да, эти самые части Чентамани и стебель с лепестками, с листочками того самого лотоса, на котором сидит фигура молящегося, они оказались перекрыты полями, которые не пришиты, а вот именно нарисованы поверх самого ну, холста. Вот. Тоже, на самом деле, это все вызывает, конечно, вопросы, но опять же старшие коллеги как-то утвердили меня в моем предположении, что, вероятно, это некий вот такой вативный предмет, который по обету или как-то еще был выполнен. Ну, и вот так вот, вероятно, на скорую руку. Следующая тханка близка, в общем-то, по формату, по колориту и отчасти по манере исполнения предыдущей, но несколько все-таки она более тщательно прописана. Здесь, опять же, в центре Будда Шакимуни, а вообще, в принципе, это тоже такая традиционная иконография, 35 Будд очищения или покаяния. Будды, которые вокруг центральной фигуры, они без атрибутов, то есть только с жестами. Ну, вот, к сожалению, опять же, видимо, и качество исполнения, ну, и, опять же, время прошедшее с момента исполнения, они, не все жесты позволяют, как-то наверняка, рассмотреть, но в целом, в общем-то, такая традиционная, насколько я смог понять, схема. Одно, что, например, изображение на Гешфарарадже вот здесь вот наверху, да, обычно синим телом и с белым лицом вот его здесь, в общем-то, не видно. Ну, опять же, такая она тоже довольно проста по исполнению, оборот закрыт холшовой тканью, поэтому там, собственно, не видно, есть там Амахум или что-то еще или нет. А я сейчас несколько, может быть, кратко остановлюсь вот и на этой, и на следующей, для того, чтобы перейти поскорее к самому интересному, тем более, что время поторапливает. Вот еще одна тланка, тоже среднего размера, без тканевого, без полос тканевого обрамления, то есть она, ну, вот этих самых красных и желтых, да, но она имеет кусок материи, которым закрывают, на ней, в общем, тоже все персонажи довольно узнаваемые, это Абла Китешвара, Шадак Шари вверху, в центре, это зеленая тара и Падмасамхава внизу, в принципе, такая иконография нечасто, но встречается, да, вот именно с Падмасамхавой, ну, стоит предполагать, что, да, это связано именно со школой Нигма. Но есть еще одна, опять же, она чуть больше по размерам, чем предыдущая, ну, тоже таких, в общем, средних размеров, здесь у нас, опять же, вверху, в центре Абла Китешвара, опять же, четырех руки Шадак Шари. Ну, а внизу, соответственно, Манджушри и Ваджарапани тоже такая, в общем-то, классическая композиция, иконографическая схема, да, владыки трех семейств, ее называют, да, воплощение, там, сострадания, мудрости и силы посветленных. Но, вот, что касается этой Тханки, здесь есть один интересный момент. Она, Верта Яковлевна, записана как Тханка в скобочках двойная. Что же это значит? Ну, как вы, опять же, можете обратить внимание, она несколько, она не вшита в обрамление, да, а она вот на эту палочку, на которой висит, собственно, Тханка, она намотана и внизу обрезана вот по краю изображения. А то, что вы видите за ней, это вот. Вот, она сейчас у вас на экранах справа, а то, что слева, это еще одна действительно Тханка, которая под ней находится. Она, вот она здесь слева, она как раз имеет обрамление вот из этих красных и желтых полос, но красочный слой очень сильно поврежден и сложно вообще понять на первый взгляд, что именно, кто именно там изображен, но вот, опять же, слава современным этим всем технологиям вместе с женой, которая у меня художник, вот удалось немножечко отрисовать, ну, как бы выделить те части, тот рисунок, который вот там можно рассмотреть. Ну, так, довольно условно. Конечно, мы в детали вдаваться очень сложно, потому что, правда, там серьезные такие повреждения красочного слоя, она требует очень сильной реставрации, вообще, возможно ли какая-то полная реставрация, уже большой вопрос. Ну, вот, собственно, ключевые моменты, это правая рука с пламенеющим мечом, левая рука, ну, насколько можно разобрать Витарко Мудри, и вот рядом с левым плечом там что-то на вроде лотоса располагается, то есть перед нами по всему Манджушри в форме Аропачана, да, тоже, насколько можно рассмотреть, он на лотосовом троне, в Аджрасане находится, сидит. Ну, вот. Следующая тханка, я, возможно, обратили внимание, что я не по порядку номеров их вам показываю, это не случайно, потом, в общем-то, я постараюсь этот момент прояснить. это тханка небольшого размера по сравнению со всеми предыдущими. У Берта Яковлевна она обозначена как тханка в скобочках под вопросом яма, но, опять же, как можно увидеть, это не яма, это Палден Лхамо, это единственный женский персонаж среди группы Тормопал, ее можно узнать по ряду иконографических признаков, это и меч в правой руке, и капала влево, и это вздыбленные вот эти ее красные волосы, она едет на муле, у нее попоны, значит, да, это вот характерная тут кубик висит, игральная кость, клубок на крупе, ну, то есть, в общем-то, вот она едет по этому морю крови, жира, классическая, в общем-то, иконографическая схема, то есть, это вот явно она. Да, в общем-то, задняя сторона у нее тоже закрыта холщовой тканью, поэтому там сложно что-то понять относительно того, освящена она или нет. Но куда же я так тороплюсь? Вот сюда. Дело в том, что среди этих восьми, в скобочках, девяти тханок есть две, которые заслуживают исключительного внимания. вот одна из них слева, ну, вот это, собственно, как ей удалось сфотографировать, справа, вот она немножко тоже вытянута по цветам, чтобы было немножко очевиднее, что на ней изображено, а изображен на ней Сонсенгампо, первый из трех царей Дхармы, с которыми связано распространение и утверждение буддизма на территории Тибета. Он здесь изображен с белой и зеленой тарами, да, как известно, он сам выступает как некое такое воплощение Валкитешвары, а его жены, китайская принцесса Венчэн и непальская Хрикутти, они выступают как считаются воплощениями тары, женского аспекта сострадания. Ну, в общем-то, что касается центральных фигур, иконография такая классическая, то есть он здесь сидит с цветком лотоса в правой руке, с дыхармача в левой, на голове изображение Будда Амитабхи завернутое в ходак, да, вот в этот шарф такой. Ну, а то, что вокруг, это, в общем-то, можно назвать, вот за исключением верхней части, пожалуй, а это то, что можно, наверное, назвать намтар, то есть жизнеописание, конечно, вопрос, какой именно, это тоже требует уточнения, но, в принципе, вот какие-то ключевые моменты, связанные с жизнью этого царя Адхарма, они здесь явлены, но, в частности, вот здесь, вот над его, справа от него, по отношению к нему, там вот эта вот скульптура, изображающая буду Шаке Мунина, деревянные полоски, которые, да, часть Приданова вместе с китайской принцессой Ван Чэн отправилась на Тибет, вот это вот здесь есть, но, собственно, какой текст или тексты лег, легли в основу изображения, это еще требует, точнее, я бы хотел немножко остановиться на том, что в верхней части Тханки изображено, а там мы с вами видим архитектурные памятники, но один из них, он совершенно, да, узнаваемый, особых комментариев не требует, на первый взгляд, это Патала, это дворец Дадзонг в Алхасе, ну, вот, например, такое изображение 19 века Алхасы, вот, в общем-то, классическое, так скажем, иконография этого памятника, при том, что, да, здесь он несколько, может быть, иначе изображен, но, в общем, очертания угадываются, и тут тоже возникают некоторые вопросы, да, с одной стороны, Сонсен Гампо по описаниям его жизни легендарным, таким, таким, в общем-то, он сделал Хасу своей столицей, он там, значит, медитировал в пещере, на этой самой горе, и, собственно говоря, возвел первое здание на месте, том, где сейчас стоит вот этот самый дворец Патала. Но все-таки обычно как элемент Патала, как элемент включаемый в изображение каких-то персонажей, он обычно все-таки включается в изображение Пятого Далай-Лама, при котором, собственно, и был возведен. А Сонсен Гампо в таких вот сериях, и фрагмент, который вот здесь представлен из музея Рубина, это серия как бы предыдущих воплощений Далай-Ламы. Сонсен Гампо обычно изображается с Джокхангом, с монастырем Джокханг, куда, собственно, и отправилась вот эта самая статуя Будды и другая тоже. И, в общем-то, то, как он изображен над Хангой из коллекции Минаева, он изображен ровно над головой Сонсен Гампо, ну, в общем-то, да, вполне угадываются эти очертания, такие вихарообразные. И это вот на самом деле очень интересная тоже деталь, да, сочетание вот этих двух памятников разновременных и включаемых в иконографию разных персонажей вот на одной Тханке. Ну, а другая Тханка, о которой вот тоже чуть подробнее хотелось бы сказать, она, в общем, тоже, как и предыдущая, она довольно крупного формата, то есть, это, ну, порядка один мелонг, это метр с лишним. И здесь центральный персонаж Падмасамбхава, да, его тоже, в общем-то, даже при всех осыпях и утратах несложно разлить, узнать, он сидит с ваджрой в правой руке, да, вот здесь чуть лучше видно, в одеяниях, да, и в украшениях Махасидха, коим, собственно, является, наверху изображение Будды Амитабхи и фланкирует его изображение его жен Мандаравы и Господи, Ишэ Цугьял. Все ключевые, все четыре ключевых персонажа, они имеют на обороте подписанные слоги Омахум. У Тханки с Сунцэном Гампо закрыт, опять же, оборот бумагой. Ну, и казалось бы, да, перед нами, скорее всего, тоже Намтар, но вот к моему большому, ну, то есть, все, что вокруг изображено, это тоже, наверное, житийная Тханка, как может показаться на первый взгляд, но вот, однако, мне встретилось вот, в общем-то, единственный, более-менее подходящий кинографический аналог, это вот эта Тханка из собрания Уэлком в Лондоне, и там она в каталоге определена как, в общем-то, Вишвандар Джанка. То есть, там написано, дескать, да, вот эта вот история принца Сандары, как его по-тибетски называют, Дримэ Кунбэн, одно из его имен, она очень популярна как основа для одной из драм тибетских, которые часто играются, ну, казалось бы, чего-то удивительного, да, это нарратив и такой, в общем, нравоучительный, окей, а почему его изображать на Тханке, тем более, в центре под Масанхаву изображен, чего-то. Ну, однако, мне встретилось такое указание на то, что, которое требует тоже уточнение еще, а что, значит, Пема Лимпа, ну, это учитель школы Нигма, это 15-16 века, Тертоун, собственно, от которого происходит королевская семья Бутана, он, значит, рассматривал вот этого самого Дримэ Кунбэна, который Вишвантар, он рассматривал его как одно из предыдущих воплощений в Адмасанхаву. Вот тоже, если у вас есть что-то заметить по этому поводу, буду очень признательно. Ну, и, как вы слышали, прозвучало слово Бутан, и это, в общем-то, очень, собственно, шаг такой небольшой к заключительной части моего доклада, я уже, да, мне уже, кажется, надо заканчивать. Ну, все, тогда я заканчиваю, собственно, тем, что было анонсировано вначале, то, что, кажется, удалось установить, где были приобретены эти самые танки, а были они приобретены, судя по всему, очень далеко и от Бутана, и от Секима, они были приобретены в Гордживинге. Это, в общем, уникальный случай, ну, вот, насколько мне известно, когда Иван Павлович в опубликованной, по крайней мере, части своих записных книжек очень подробно пишет о том, почем и что именно было им приобретено, ну, и вот, собственно, то, что вы видите на экране, да, за 15 рублей 5 изображений или 5 знамен, ну, собственно, Тханка, за 12 рублей черепа флейту одно знамя и т.д. И, наконец, в какой-то момент он добрался до храма Кутябастии и там купил за 20 рублей две картины. Ну, и, соответственно, вот, опять же, вполне возможно, что были еще Тханки, может быть, и нет, но то, вот, что мы сейчас имеем перед собой, оно очень здорово как-то укладывается вот в то, что, собственно, можно прочесть в дневниках и, ну, вот, предположительно, можно вот эти вот пять, в общем-то, сходных по формату и по каким-то еще признакам Тханок вот посчитать, что их он приобрел за 15 рублей, одну вот эту небольшую танку с Палден-Хамо он приобрел в числе прочих вещей, связанных, ну, с такими, ну, то есть, что там, черепа, флейта, чего-таки. А вот эти две Тханки с Падмасом Хавой и Сонсеном Гампо он приобрел, судя по всему, за 20 рублей вот здесь. Вот, собственно, в этом самом храме Кармадор-Джи-Чолинг или Бхутиабасти, как его еще называют, который, собственно, мы с вами видели на первом слайде. Ну, вот, пожалуй, у меня все. Я прошу прощения, что несколько выбился из регламента, но, кажется, успел сказать то, что хотел. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Николаевич. Большое спасибо. Это исключительно, мне кажется, в первом направлении движения по включению в научный оборот коллекции Минаева, в том числе части объектов художественной культуры. Я бы хотела два слова сказать. То, что Минаев в книгах описывал, что за что он купил, то есть эти самые деньги, и упоминания о цене. И то, что он пишет, потратился, много денег потратил. Это пристекает из того, что все его закупки он делал на свои деньги. И изначально Минаев был человеком небогатым, и в том числе документирован эпизод, что он отсылал эти очерки в его путешествиях, Веселовский их печатал тут же в журнале, и эти деньги присылали Сминаеву, и он тратил их на покупку рукописей и художественных предметов. Так что это объясняет такое внимание к описанию, сколько денег стоило. у меня два вопроса. Первый вопрос об изображении, которое вы первым показывали, мы еще гадали, квадратненькое такое желтой полосой, мы гадали, это Будда либо Будда врачевание. И там фигура на водосовом троне размещена на такой подставочке еще. У вас есть какая-то концепция объяснить, почему это так? У меня есть свои взгляды, но я думаю, что у вас они могут быть более фундированные. Потому что изображение, если мы представим себе, что это не живопись, а скульптура, и она помещена на такой декорированный ящичко, то типологически такое изображение может быть подобным типу танок, которые изготовлялись для размещения там, где нет возможности установить стационарный алтарь. Там внутри, внизу нижней третьей, даже нижней четверти изображения будет изображение подношения, то есть это символическая презентация алтаря, то есть это уже как бы ситуация поклонения, почитания большинства. я думаю, что можно предположить, что это очень интересный момент, здесь такая необычная то есть водосовый трон представлен, так как он и должен быть, и еще дополнительный такой элемент. Здесь надо вспомнить, что Минаев подбирал вещи, и племянницы об этом указывали, раритетные уже для его времени, то есть не такие необычные, то есть он купал то, что привлекало его внимание. И последнее это то, что проблема датировки, потому что он не мог купить, вот именно потому, что он был человеком небогатый, то он не мог купить шедевры очень делаются. И ситуации покупки, как правило, по дневникам, это покупка на базаре. Был на базаре, это и в Бирме, и в Индии, вот, был на базаре, посмотрел, ну, что все это так, может быть, и неплохо, но вот это не так хорошо, то есть сами эти описания очень интересные, они характеризуют искусство Минаева как любителя, знатокан индийского искусства, вот, то есть ставили ли вы проблемы датировки, либо пока еще нет, либо совсем нет. Вот эти вещи, что это, это вещи современные, да, путешествия Минаева, более ранние, либо как-нибудь. Позвольте, да, я отвечу. Да, а за доклад огромное спасибо, признательно, совершенно все чудесно. спасибо вам огромное, Татьяна Викторовна, за ваши замечания, вопросы. Знаете, я пока еще вопрос датировки не ставил, потому что ну, правда, мало данных, вот, пока имею, это такая попытка актуализировать вот эту самую часть коллекции, включить вот в обсуждение, потому что я не уверен, что одними своими силами я вот прямо сейчас смогу действительно установить. даже вот видите с иконографией при всем, при том, что на первый взгляд она, ну, какая-то такая относительно кажется понятная, все равно очень много вопросов возникает. Вот, что касается цены, то я, может быть, как-то не очень четко артикулировал, именно что касается вот живописной графической части, вот там вот, ну, по крайней мере, мне очень сложно оказалось читать почерк, Фонапалыча, вот, собственно, в институте восточных рукописей, тем более, что... Охотно видел. Ненадолго, да, я понимаю, что... Вот, то есть это надо, ну, почитать, повчитываться, привыкнуть. А вот, собственно говоря, в книге там очень мало как раз про живопись, про графику в сравнении с рукописями. Вот, что касается рукописи, он все-таки как-то более подробно фиксирует, ну и при этом, да, действительно, там, я не знаю, в Бирме вот за 15 рупий ему предлагали манускрипт, торговались за 11, пишет приобретение изрядное, хорошую там рукописи за 11 рупий приобрел. Соответственно, две тханки за 20 рупий это, ну, такая трата основательная, вероятно, вот это именно они, вот эти большие. вот, но нужно работать дальше, я, в общем-то, это так понимаю. Спасибо. Спасибо большое. Я вот очень благодарна за прекрасный, интереснейший доклад, но последняя цитата из дневника, которую вы приводите на слайде, очень интересно, где он говорит, что колесо молитв совершенно иное, нежели на юге. Это чрезвычайно важная такая, на мой взгляд, фиксация, потому что Минаев был один из тех вот первопроходцев, ученых, которые говорили о важности и автономности северной санскритской традиции буддизма, которая продвигалась в Центральную Азию, и что она не была тождественной, и она не была репликацией южной традиции. Вот я думаю, что это очень такой ценный момент, здесь, может быть, посмотреть, о каком колесе молитв идет речь. Спасибо большое. Вы знаете, в этих дневниках, даже в опубликованной части, вот такие жемчуга, они прям рассыпаны, и если вот все медленно и внимательно читать, то, я не знаю, наверное, жизни не хватит, чтобы это как-то хорошо полно осмыслить. Вы говорили, что изображение тождественное, а тексты молитв? Не тексты, он про, я так понимаю, он говорит про хурде, или про мани, вот про эти самые молитвенные барабаны, но я, честно говоря, вот именно на колесах этих самых отдельно не останавливался, просто как часть цитаты включил. Спасибо, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, а вот по поводу этой танки Берта Яковлевна «Волчок» что писала? Сейчас, секунды, я вам процитирую. По крайней мере, то, что я зафиксировал себе, звучит примерно так. Картина в тубе. Что картина? В тубе. В тубе. Ага, понятно. Все. Да. Но Берта Яковлевна, конечно, она будь долгом не была. Она, да, она больше именно про другие, про индуистские, в частности, изображения как-то вот именно в саловском. Спасибо вам большое, у вас очень убедительные атрибуции, все замечательно, просто спасибо. Еще надо работать, я так понимаю. Спасибо, спасибо. На самом деле, буквально на днях вышел перевод, записок Минаева на английский язык на Раяна Прасада, и я надеюсь, что наш известный Минаевед Александр Николаевич напишет рецензию об этом, так сказать, нашем современнике, который перевел, в общем, Минаеван на английский язык. Мне хотелось бы, чтобы интерес индийских исследователей поддержался исследователями российскими. Спасибо, Марсис Юрьевич, за ваше наведение мостов между разными школами. Шрифа Сантошта 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 Шрифт Крипа Ятраф Н借 Сантошта Читовых 經 Сантошта Плот Крипа